Выживает твердейший. Эректильная дисфункция определяется как постоянная или повторяющаяся невозможность достичь или поддерживать эрекцию в целях сексуального удовлетворения. В Америке от этого страдает до 30 миллионов мужчин и около 100 миллионов по всему миру. Секундочку. Численность США составляет менее 8 процентов населения планеты, но при этом 30 процентов импотентов? США на первом месте. Не все ли равно? Ведь есть разноцветные таблетки, вроде Виагры. Проблема в том, что таблетки просто глушат симптомы сосудистых заболеваний и ничего не делают для лечения патологии. Эректильная дисфункция и наш главный убийца ишемическая болезнь сердца – это два проявления одного и того же заболевания, воспаления, засорения и повреждения артерий вне зависимости от органа. Атеросклероз считается общим заболеванием, поражающим все кровеносные сосуды в организме. Уплотнение артерий может привести к расслаблению полового члена, потому что уплотненные артерии не могут нормально функционировать, раскрываться и пропускать кровь. Так что эректильная дисфункция может стать лишь вершиной айсберга общего заболевания организма. Двум из трех мужчин, впервые перешагнувших порог больницы с жалобами на сильную боль в грудной клетке, подавались сигналы от организма в виде эректильной дисфункции о проблемах с кровообращением. Почему это затрагивает в первую очередь пенис? Потому что половина артерий из пениса ведет к коронарным артериям нашего сердца. Это особенные артерии, так называемый домоклов меч. Так что то количество бляшек в сердце, которое вы даже не заметите, может засорить артерию полового члена, вызывающую симптоматические ограничения кровотока. Вы можете не чувствовать боль до вот этого момента. Вот почему эректильную дисфункцию еще называют стенокардия полового члена. Фактически, узнав кровоток в мужском половом члене, можно предсказать его результаты в велоэргометрии с точностью до 80%. Мужская половая функция – это стресс-тест, окошко в сердце человека. У 40% мужчин старше 40 лет имеются проблемы с эрекцией. Или, как говорят, 40 на 40. Мужчины, у которых в 40 лет возникает эректильная дисфункция, в 50 раз больше подвержены риску кардиологических случаев, таких как остановка сердца. Ранее говорилось, как различные факторы увеличивают риск заболевания на 20-30%, а здесь почти 5000%. И тут возникает вопрос, существует ли более сильный риск? Потому что это не столько фактор риска развития атеросклероза. Это и есть атеросклероз. Мужчину с эректильной дисфункцией, даже если у него нет симптомов болезни сердца, следует считать сердечно больным пациентом. Это эквивалентно сердечной болезни. Признак болезни коронарной артерии. Поэтому есть намного больше возможностей борьбы с эректильной дисфункцией, искусственная эрекция. Это дает возможность снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Даже молодые люди должны заботиться о своем холестерине, потому что в будущем это может повлиять на эректильную дисфункцию, что впоследствии повлечет за собой сердечные приступы, инсульты и значительно сократит продолжительность жизни. Продолжите есть всякую дрянь и потом попьете таблеточки. После инсульта вам никакая виагра в мире не поможет наладить сексуальную жизнь. Просто запомните простое уравнение. Эректильная дисфункция равна скорой смерти. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...